Привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашего пути локомотива к Лиге Чемпионов. Итак, сегодня последний выпуск по групповому этапу, и я не знаю, как сложится этот матч против Атлетика. Ведь если мы проигрываем матч Атлетика, а Ювентус, естественно, обыгрывает Байер, что, скорее всего, так и будет, то мы, скорее всего, можем вылететь, потому что разница мячей у нас один, у Атлетика буквально надо им забить один мяч, и они нас опережают уже, так что нам ни в коем случае нельзя проиграть Атлетика. Федор Смолов лучше бомбардировал на данный момент в Лиге Чемпионов, также Бернардо Сильва и Крещано Роналдо. Но, друзья, на данный момент, когда я записываю этот ролик, Федор Смолов перешел в Сельту. В прошлом видеоролике я записывал где-то месяц назад локомотив, я говорил, что Федору немного не хотелось, чтобы перейти в Европу, и тут его арендовала Сельта. Благодаря тому, что, наверное, они увидели, как он играет за нас в Лиге Чемпионов, поэтому они и решили сделать такое приобретение, и не зря. Перешел Федор Смолов к ним и забил Мадридскому Реалу, и счет сделал. Сначала вывел вперед вроде, потом все-таки там счет был ничейный 2-2. Ну что же, у нас последний матч в группе, поехали. Итак, разминаются игроки локомотива, готовятся они к последнему матчу на стадионе Метрополитана, на стадионе, в котором был проведен финал Лиги Чемпионов Ливерпуль-Тоттенхэм. Ну и вот теперь болельщики настроены. Мы тоже будем играть от обороны. Рыбаюсь. Облак тащит Жоу Марио. Надо было чуть побольше, наверное, развернуться сейчас. Но Атлетика неплохо оборонялись. Здесь вот чуть-чуть бы еще бы развернуться, или пас на Феде бы отдать бы, и гол был бы. Подача Фарфана. Игорь Коста подает. Ух, Сауль и все. И это 1-0. На данный момент вот этот гол вводит вперед Атлетика в Лигу Чемпионов. Мы, скорее всего, вылетаем. Потому что Ювенко, скорее всего, обыграет Байер. Нам надо забивать обязательно и не пропускать больше от Атлетика. Жоу Марио. Отлично. На Федю Смолова. Федя Смолов. Выход 1 на 1. Реализованный это 1 на 1. Федя Смолов забивает свой седьмой мяч. Вот он, что значит переход из Локомотива в Сельду в аренду в реальной жизни. Очень классно сейчас было все сделано. И Локомотив настроен выходить из группы в Лиге Чемпионов. Седьмой гол. Отдает передачу на Антона Миранчука. Уходит он от Врсальку в отрыв. И пробивает он Яна Облако. А Смолов и пробить может. Нет. Внимание, Криховяк. Ох, Облако потащил. Ну, Криховяк. Атлетик сейчас мячом совладел. Фарфан. И Фарфан забивает. 2-1. 2-1. Джефферсон Фарфан вот так вот разобрался с защитником на фланге. И... Ну, точнее, в штрафной сбоку. И забивает гол. Джефферсон Фарфан еще и отпраздновал в Испании, как Лионель Месси. Вот здесь вот отлично. Сделал фильм другой и пробил. Рядом с вратарем Яна Облако не смог потащить. И вот с этого ракурса очень хорошо видно. Зацепил, кстати, Яна Облако этот мяч. Но мяч полетел все равно в ворота. Джефферсон Фарфан забивает свой второй гол уже в Лиге Чемпионов. И вводит сейчас вперед в матче очень важном против Атлетика на выезде. Джефферсон Фарфан может убегать. Поправляется. И Федя Смолов забивает дубль. 3-1. Локомотив выигрывает Атлетика на выезде. Вот он, Федя Смолов. Не зря, не зря он переехал в Европу. Замечательный гол сейчас забивает. Отличный прострел. И вот так в подкате, причем не в ближний угол, а в дальний, именно где стоял вратарь, не побоялся. Ну так мяч просто полетел, ну и вратарь не дотянулся. Ну и Федя забивает свой восьмой вроде мяч в Лиге Чемпионов. Да. И все замечательно для нас именно сейчас получается. Томас Парти. Диаго Коста. Ну и здесь уже прострел практически идентичный на Федора Смолова. Такой же был. И забивает Атлетика второй мяч. Диаго Коста вот здесь протянулся. Барона плохо здесь сейчас сработала. Рыбусь отпустил. Ну и Гильермен не потащил этот мяч от Коки. 2-3 перед самым перерывом. Вот видите, Смолов и Коки забили два гола на последних минутах. Неплохо. Ух, как же сейчас бы залетело бы. Летел это в ворота. Жоу Марио пробивал, и оно облак спасает ворота. Левой ногой в дальний угол пробивал. В девятку прям летело. Крыховяк. Федя Смолов протаскивает мяч. Отдает на Крыховяка. Как же сейчас промазал Джегаш. Это бы очень, наверное, важный сейчас боевой гол в карьере. Но он мажет даже в створ не попадая. И отлично Крыховяк выводит Джоу Марио сейчас на выгодную позицию. В штангу попадает Джоу Марио. Делает подачу. Крыховяк. Крыховяк. И. И. Да что ж такое? Два удара. Я ноблак потащил, но сейчас не повезло немного Локомотиву. Повезло, наверное, все-таки Атлетик, что сейчас вот этот удар в створ не полетел. Диего Коста. Диего Коста с мячом. Отлично Гильерме спасает. Он проходит. Антон Миранчук. Антон. Антон Миранчук. Спасает ворота все-таки все равно Атлетика. И бежит вперед сейчас Сапонич. Или Шапонич. Отдает вперед на Диего Коста. Тащит. И все-таки забивает Коста. Уже в пустые ворота получается. 3-3 на стадию Ванда Метрополитана. С первой попытки Коста не получилось. Но уже по пустым здесь никого в воротах не оказал, чтобы защитить рамку от Атлетика. Это ничья на Ванда Метрополитана с Атлетика. 3-3. У нас 11 очков. Мы не дали пройти дальше Атлетика. Мы проходим сами дальше. Сейчас мы узнаем, получилось ли у Ювентуса занять первую строчку. Да. Ювентус выигрывает свой матч. У них получается сейчас 12 очков. У нас 11. Если я ничего не путаю. И мы со второй строчки. И сейчас мы узнаем нашего соперника в плей-офф Лиги Чемпионов с первой строчки. Ливерпуль, друзья. Ливерпуль. Да. Так я и сказал. У нас 11. У Ювентуса 12 очков. Нашими возможными соперниками могли быть Реал. Пассажир, кстати, мог выпасть и на Ювентус. Нашим соперником мог быть Тоттенхем. Манчестер Сити. Ливерпуль как раз. Вот Барселона. Лейпциг. И Валенсия. Почему бы не Лейпциг? Вот интересно бы нам попался здесь ЦСКА в группе G. Ну а здесь Спартак заняли последнюю строчку вообще. Так что ничем особенно. И не запомнился ЦСКА. Вообще все 6 матчей проиграли. А сейчас посмотрим Спартак. Как один матч в ничью сыграли с Олимпиакосом. Ювентус. Челси. Валенсия. Леон. Локомотив. Ливерпуль. Аталанта. Барселона. Тоттенхем. Барусия. Манчестер Сити. Бавария. Реал. Наполи. Лейпциг. ПСЖ. Ювентусу попалось Челсием. Но это легче. Вот они выиграли суперматч. Наш будет чуть попозже в следующем выпуске. Так что еще на 2 выпуска мы продлеваем. Смолов. 8 забитых мячей. Алзар обогнал. Кстати. 9 у него забитых мячей. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей. И канал футбол. Это же до новых встреч. Друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok